Когда железный занавес открылся, известный банкир из Германии сюда приехал, и он сразу сказал, что здесь должно быть Гонконг на Балтийском море. Эта идея, это не русская идея, это была немецкая идея, и этот банкир был очень известный человек, и я думаю, что в принципе он прав, это возможно, но это чуть-чуть по другому надо делать. Я считаю, что Калининград действительно есть один пункт, где можно мостом работать с западом на восток и на баку. Один маленький пример, это резиденция президента, которая здесь находится в области, и он не просто случайно это туда поставил, он поставил это, потому что быстро можно сюда приезжать, можно здесь беседу иметь и уезжать. И также это преимущество Калининграда. Я считаю, что политический вопрос не боятся, что это потеряется для России, этот регион потеряется для России. Мне кажется, что большие, там тормоз, есть еще это чувство, что Калининградцы могут уйти из Российской Федерации. То есть, правительство России боится, что Калининградцы могут уйти из России? Да, я думаю, что есть очень много отвечающих в политике, которые это боятся. Но я думаю, что я видел эти запросы от компаний, которые этим занимаются, социологи, что большинство людей, они себя чувствуют русскими, и никто, я думаю, что никто не забирается там. Ну, никто это преувеличение, но немного людей готовы там уезжать из Калининграда. Потому что сейчас этот закон, который сейчас существует, это какой-то компромисс. Это между людьми, которые, в принципе, не хотят там очень много позволяться, а это люди, которые говорят, это нужно для Калининграда. Конечно, это нужно для Калининграда, потому что каждый человек, который производит здесь, в Калининграде, перед него есть эта дальняя дорога до Москвы. И там есть граница, там есть чужая страна, даже две страны. И для этих людей это всегда большая проблема, потому что это все дорожает. И я долго жил в Западной Берлине, и я прекрасно знаю, как это было. Мы как остров в ГДР там были, но в Западной Германии им там помогал. Там был без НДС, без этого, без этого, много субсидий, уменьшение налогов и так далее. И даже, что если я, например, летал на самолете из Западной Берлине, Германии, это была льготная цена. Это стоило только 100 мак, один билет, и это было недорого. И такие вещи тоже надо подумать. Что мы делаем с калининградцами? Они должны летать на самолете в Москву и не на поезде ехать, потому что это там почти 30 часа. И дорого, и еще долго. И самолет должен быть льготный. Это значит, там цена не больше, чем 4000 рублей, я считаю так. И так далее, и так далее. Третий вопрос, который я считаю, это очень важный, это визовый вопрос. Мне кажется, что сейчас надо об этом думать, и не только на чемпионат мира в футболе, да? Что сюда, это остров, сюда можно контролировать, кто приезжает, кто уезжает. Дайте людям здесь без визовой приезд. Тогда и будет больше туристов, и будет больше бизнесменов. Потому что никто не хочет там в очереди где-то стоять, только ждать, пока эту визу дают. И сто вопросов еще давать, что я вернусь в Германию, если я приезжаю в Россию. Ваши друзья, бизнесмены в Германии, они рассматривают Каллиград как перспективный регион для инвестиций, для партнерства? Они рассматривают этот вопрос, но я вам уже сказал, что там есть много сомнений. Там же инвестиции будут ли они работать, да? Да. Ну, я просто один пример скажу. В 1998 году я был одним из инициаторов, чтобы BMW сюда, в Калининград, пришел. И работает до сих пор, и успешно работает. И коротко после этого была фирма Ford, тоже от Германии. Ford Köln этим занимался. Они начали в Санкт-Петербурге, в Севоложске там производить. И я слышал, что у Ford есть такие же льготы, которые тоже были у BMW. А у BMW находилась особая экономическая зона, а Ford нет. Они просто в Москву ехали, и там получили такие льготы. И это уже, если вы хотите, это уже нарушение особой экономической зоны. Если я знаю, например, крупную компанию, я могу около Москвы начинать производить, и получая такие же льготы, как особая зона в Калининграде, я, конечно, выбираю. Это другой район. Тогда мне не надо через Литву или через Белоруссию ехать. И мне не надо посмотреть, что отношения между Литвой и Россией всегда хорошие. И так далее. Понятно. Скажите, если какие-то сценарии будущего региона, они будут быть различными. Может быть, что мы станем, исходя из курса России, более закрытыми и более, сказать... Опять будет возвращение к старому, к форпосту здесь России, к некой защите от Запада. Второй вариант, ну, как вариант, это то, что будет Гонконг, да, такой вариант, да. Третий вариант, это, может, будет примерно то, самое, что сейчас, то есть ни шатка, ни валка, да. То есть, вот вы, какие видите сценарии будущего буквально 5-10 лет? Ну, это, конечно, сложно сказать. В России чего-нибудь предсказать это очень сложно. Потому что, ну, как вы сказали, ни шатка, ни валка, да, и это, в принципе... И более вероятнее. Да, и это тема, которая вообще везде в России есть, да. Они мне говорят, ой, в России там большой кризис и так далее. Я говорю, ну, вы знаете, идите в ресторан, там все полное, идите туда и так далее, деньги есть. Они езжают в отпуск и так далее. Как-нибудь ни валка, ни жалка, это абсолютно в России все обойдется, да. Но мы просто не знаем, что завтра будет. И это большая проблема для экономики, да, потому что каждый инвестор хочет знать, что завтра будет. А здесь надо импровизировать, здесь надо всегда реагировать на новые движения и так далее. Это особенный, вы знаете, характер бизнесменов, да, и русского народа, конечно. А если ты эту игру не так играешь, если ты играешь, как немецкие солдаты в мировой войне, тогда проиграешь. И это как раз проблема, которую я вижу для будущей России. Но я... Ментальность, да? Ментальность. Это ментальность, да. То есть, ну, наружу меня ментальность. Ну, вы знаете, даже у нас дома, если я в январе спрашиваю мою жену, ну, едем мы в юне в Лиссабон или нет. Они говорят, в юне? Ну, ты что, твои планы там сумасшедшие. Я говорю, ну, если мы сейчас билеты покупаем, они стоят, наверное, половину, чем мы покупаем их в юне. И действительно так очень часто бывает, или если, например, встреча, я договорюсь встречу с бизнесменом, он говорит, ну, завтра утром тогда позвоним, что это будет или нет. А я говорю, если ты со мной говоришь в 11 часов, эта встреча будет в 11 часов. И это просто разный менталитет, разная форма, как думаем. Нам нужно становиться более деловыми, более ответственными, да? Да. Более рациональными по-западному. Ну, я не оцениваю, потому что кто-то мне недавно сказал, что бизнес в России – это как война. Это значит, много конкурентов, и как-нибудь там надо освободить от этого. И ты каждый, ты не можешь там нормально планировать шаг за шагом, и каждый раз должен как-нибудь реагировать, откуда-то, я не знаю, какой-то враг идет. И это действительно совсем другая форма бизнеса, чем мы обычно это делаем.